Переходить к защитным действиям, то есть против, да, такой же палки или другого предмета, то если удар идет, здесь перекрываем удар противника, также, еще раз, можем добавить ноги, движение в эту сторону, по удару, по защите, движение на палку идет, можем стоять на месте, движение здесь на палку, чтобы уничтожить рычаг. Также, с этой стороны, есть ногой, плоский принцип, понятно, что если удар сейчас за счет плеча, то предпечивается плечо на защиту, даже если мы заметили это позже, само движение, само удар, простое движение снизу-верху, за счет просто поднимания руки, и если она, в его случае, он будет быстрее, здесь. Далее, далее удары сверху вниз, сверху вниз здесь, обязательно выше головы, понятно, но не надо поднимать, иначе, с травами, а то попадут, даже если по палке попадут, своей же палкой получим побольше. Поэтому, выше головы плюс, понятно, чтобы палку, например, забросить, можно немножко сместить руку, чтобы она не была в церкви, да? То есть, чтобы палки противника было, куда выкатить, и потом было удобно работать, чтобы вас не заблокировали просто первый раз палкой здесь, и не дали сработать своей палкой. Поэтому, в принципе, если удар сверху пошел, то пропустите, и имейте возможность уже сразу переходить к следующему удару. Также, если мы держим по центру палку, то можно в эту сторону так же вынимать, и переходить на удары в обратную сторону. Вот, поэтому, в принципе, здесь можно обращать, ну, так, и так, выставлять, для обороны, плюс ко всему, ну, понятно, руку свою, в данном случае, да, не подставлять вот туда, вот туда, здесь, и смотреть, смотреть, куда сбрасывать палку с врачей, и какой уровень давать, чтобы, чтобы все-таки ее сработать. То есть, неважно, как может быть.